Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая, психзиологическая комьюнити. И мы вновь с вами находимся на странице номер 2 для юридических лиц на нашем сайте лаборатории психзиологического обеспечения НПЦ ЭКМЭ. Страница номер 2. Она у нас изменилась за последние несколько дней. И честно сказать, я устал за последние неделю, может быть несколько дней, неделю последнюю. Мне раздаются звонки от наших уважаемых контрагентов, с кем мы долгое время сотрудничали. И они нам задают вопрос, как мы сейчас будем проходить ПФО. Я всем отвечаю практически одно и то же, что и хочу повторить в этом видео, чтобы снять всяческие вопросы. Смысл всего заключается в следующем. 749 приказ Минздрава Российской Федерации. Вот он здесь у нас выделен красненьким. Об утверждении новый приказ, об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и психзиологических обследований говорит о том, что обследования работники потенциально опасных производств ядерных предприятий и ежесними должны проходить по четырем психзиологическим методикам. Это методики ММПИ, СЗМР, ПЗМР, СЗМР, РДО. Соответственно, обследования должны проводиться на предприятиях. На предприятиях и организациях должны быть созданы лаборатории психзиологического обеспечения или же кабинеты психзиологического обеспечения. И эти лаборатории должны проводить периодический мониторинг, предсменный контроль работников предприятия, периодический мониторинг и внеплановый контроль в случае, если у человека какая-то серьезная проблема со здоровьем, он болел более 70 дней, значит, ему предстоит проведение повторного ПФО. Ну, хорошо. Это абсолютно нелогичный и странный очень приказ Минздрава. Тем не менее, в России он утвержден. Правительство Мишустина подписан премьер-министром. Ну и, соответственно, наши предприятия должны ему соответствовать по медосмотрам. Речь идет о медиках. Прежде всего, это медицинские организации, медики санитарной части должны, значит, закупить необходимое оборудование, выделить помещение, найти таких специалистов-психофизиологов, имеющих соответствующее образование психзиологическое. И, соответственно, эти специалисты на предприятии, где-то на медпункте должны проводить, наряду с чисто медицинскими процедурами, там, измерением давления, ВСР и так далее, и тому подобных вещей, они должны проводить вот такие вот психологические осмотры, обследования. То есть, медики проводят осмотры, психофизиологи обследуют. Разница в этом существенная в этих двух словах. Одним словом, они должны получать разрешение на право ведения работ, индивидуальные лицензии, эти работники опасных производств, и Ростехнадзор требует своим 623-му административным регламентом, вот он здесь у нас тоже показан, соответственно, он требует, чтобы вот это все происходило в рамках 749-Н приказа. То есть, Ростехнадзор говорит о том, что вот мне звонят и говорят, вот у нас Ростехнадзор, да, и он требует, чтобы у нас есть 623-й, говорит инспектор Ростехнадзора, и мы должны от вас получать справки в соответствии с правилами, установленными приказом Минздрава Российской Федерации 749-Н. Хорошо, говорят на предприятиях, но у нас нет медико-санитарной части, мы заключаем договор там с какой-то организацией медицинской. Хорошо, значит, у них этого всего нет. Значит, мы предлагаем это все приобрести. Цены вы видите сейчас на своих экранах. Это копеечные цены по нынешним временам. Соответственно, их можно, эти методики у нас приобрести, можно получить это обследование услугой, как это делали и ранее через интернет. Но, тем не менее, огромное, надо сказать, масса, количество предприятий, эксплуатантов, источников ионизирующих излучение, вообще проводящих какие-то опасные виды работ, они сейчас просто, наверное, в ауте, если не сказать хуже. Они просто шокированы всем этим. Соответственно, им выставлены такие требования 749 приказа Минздрава, что им потребуется достаточно многое время и существенные трудозатраты, материальные затраты, финансовые затраты для того, чтобы организовать у них на предприятии вот такую вот лабораторию психиологического обеспечения или же кабинет психиологического обеспечения. Конечно, это руководители предприятий не радуют, поскольку это большие средства, на это надо выделить помещение, закупить арктехнику, сделать там ремонт в этом помещении, закупить арктехнику, столы и стулья, значит, расставить компьютеры для обследуемых лиц. И это только в одном, допустим, каком-то помещении, на одной промплощадке. А, как правило, у предприятий этих площадок несколько, две, три, четыре, пять промплощадки. И через каждую эти промплощадки проходят лица опасных профессий. Соответственно, перед выходом на рабочую смену эти люди должны проходить входной контроль. И, соответственно, раз в год, как минимум раз в год, в соответствии с 749 приказом, проходить мониторинг, психиологический мониторинг персонала. Это должно быть отдельное какое-то вынесенное за пределы помещения предприятия. Очень-очень много проблем, очень много финансовых затрат. С горестью надо констатировать этот факт. Предстоит этим предприятиям. Поэтому, к сожалению, господа, готовьтесь к большим изменениям, к большим переменам. Все будет очень плачевно и очень слезно для вас, уважаемые организаторы, предприятий, организаций, которые заняты непосредственно с источниками ионизирующего излучения. Со своей стороны, это меня, с одной стороны, не может не радовать. Почему? Потому что чем больше лабораторий, тем больше коллег, тем увереннее мы будем работать, тем спокойнее к нам будут относиться. Потому что, да, есть психиатры, есть терапевты, офтальмологи, хирурги и так далее, специалисты узкие. А психозеология всегда на протяжении последних 20 лет была где-то далеко, на каких-то там задворках вселенной и так далее. Сейчас, я думаю, что благодаря вот этому 749 приказу, лаборатории должно появиться больше, больше. И они будут работать, то есть появится больше специалистов. Какие-то учебные учреждения перепрофилируются и вузы на работу с подготовкой таких вот специалистов, узких специалистов, психофизиологов. Поэтому, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, грядет период тяжелый для предприятий, для организаций, которые эксплуатируют источники ионизирующего излучения. Будь то перерабатывающие предприятия, добывающие или перевозящие какие-то опасные грузы с ИИИ, источниками ионизирующего излучения. А это и морские суда, и железнодорожные составы, и авто какие-то предприятия и так далее. И вот все им, помимо банальных медосмотров, измерения давления и пробы на алкоголь и на наркотики, предстоит еще проводить вот эти психологические обследования. И это, конечно, ляжет тяжелым временем на предприятия и организации Российской Федерации. Но, тем не менее, посмотрим, во что это выльется. Я прогнозирую очень тяжелый период, 20-21 год. Далее, может быть, что-то сорганизуется, или же, может быть, Минздрав Российской Федерации, чтобы что-то разъяснить, упорядочить в этой кутерьме, которая творится между Ростехнадзором и Минздравом Российской Федерации. Вот эти две организации каким-то образом должны найти общий язык, найти себе силы и сорганизоваться, чтобы выработать какой-то общий подход, общий приказ какой-то, совместный приказ, как это было ранее очень популярно, раньше, действительно, 532 приказ на моей памяти, то есть он совместный приказ. У меня даже между Минздравом Российской Федерации был, там с одной стороны Адамов подписывал две печати, на титульном листе стояла, на другой стороне этого же листа стояла подпись Уйбы, то есть два министра подписывали, с одной стороны министр атомной отрасли, с другой стороны министр здравоохранения. И вот сейчас должно, я надеюсь, что по здравому размышлению, сейчас должно произойти, опять же, нечто подобное, то есть совместные приказы Минздрава и Минатома, Минздрава Российской Федерации и Ростехнадзора, что-то такое, по логике вещей, если следовать этой логике, которая не всегда у нас прослеживается в нашем законодательстве в Российской Федерации. Ну ладно, это другой разговор. На данный момент вы видите страницу, на которую вы можете приобрести, заказать у нас методики ММПИ, ПЗМР, СЗМР, РДО. Стоит это по нынешним временам не очень больших денег. Это зарплата, месячная зарплата одного специалиста, высокооплачиваемого на каком-нибудь крупном предприятии. Но одним словом, вам решать, вам думать, как будете вы, извините за выражение, выкручиваться из этой маразматической и бредовой ситуации. Вы благодарю за внимание и удачи вам!